Привет всем, с вами Костя АйТи. Сегодня мы продолжим наши рассказы про транспорт УКОН и изучим особенности, связанные с развитием городов. Сразу расскажу про города. Города, в отличие от предприятий, постоянно растут и постоянно развиваются. То есть производительность у них становится больше с каждым разом. С каждым днём выходит новое здание, тоже более вместительное по пассажирам и почте. Основные грузы, которые предлагают для развития города, это пассажиры и почта. Периодически на разных локациях можно найти ещё и строящиеся в городах банки, либо какие-то внутренние потребляющие структуры, там водная башня, например. Вот. И это всё недавно было модифицировано в то, что чем больше в городе обороты, чем больше в городе внутренние перевозки, поставки товаров, тем быстрее город растёт. Итак, я начинаю на новом сервачке, свеженьком, на котором много игроков, которые вот уже года два я к нему присматривался, то есть два игровых года. И некоторые игроки уже успели себе начать развивать свою империю, транспортную империю. Там где-то в углу образовался некий угольный магнат. Вот. А я на этой карте сейчас пойду в города. Алгоритм очень простой. И находим в списке самых крупных городов, самый крупный город. И смотрим, ну, не занятый, желательно не занятый. Желательно так, чтобы у него был подступ, чтобы можно было поставить станцию в каком-то месте ближе к центру. Потому что проблема всех городов в будущем, когда они развиваются, они очень много площади съедают, и их нельзя просто так взять и разрушить. У них особое отношение к этому. Вот. Соответственно, находим город, который можно подступиться к центру, не занятый, и как можно большим количеством пассажиров. А также, чтобы с него можно было хоть куда-то везти в дальнейшем. Особенность пассажиров в том, что они быстро теряют стоимости, то есть везти их на дальнее расстояние не очень выгодно, потому что они будут, ну, меньше, с каждого будет меньше. То есть их надо либо быстро везти, либо на близкое расстояние. Уголь в этом плане выигрывает по своим характеристикам, он дольше хранится. Итак, я нашел достаточно неплохое место между двумя городами, которое за счет обоих городов будет мне приносить дополнительных пассажиров. Также там будет два центра, что достаточно удобно. То есть два места источника крупных домов. Я решаю построить составы из семи клеточек. Это примерно 13 вагонов и один локомотив. Чтобы совсем не возиться с мелочевкой, лучше пусть ездит меньше составов, но они будут более длинные. В принципе, сейчас паровозы достаточно мощные, чтобы выдержать такое число вагонов. Поэтому я сильно не парюсь. Я принимаю решение выровнять зону, поскольку станцию надо ставить на ровной территории. И надо быть с этим очень осторожным, потому что каждое возвышение, каждое понижение уменьшает ваш рейтинг. При плохом рейтинге вам просто не дадут поставить станцию. Вы просто рискуете остаться безо всего вообще. Поэтому надо минимизировать число возвышений. Но поскольку у платформы есть возможность поставить ее на боку, то, в принципе, я не все, что можно было, возвышал. Вот, еще не упомянул, у городов есть преимущество в том, что состав всегда будет полный. Он перевозит пассажиров из одного города в другой и обратно тоже везет пассажиров. Он не едет пустой. То есть он все время загружен, за счет этого он может дать дополнительную прибыль. Но это при условии, что города должны быть очень сильно расширены. Очень много населения должно быть. Итак, я соединил пути. Сейчас самое время сосредоточиться на том, какой состав выбрать. Здесь нужно понимать одну особенность, что число пропорций почты и пассажирских вагонов нужно выбирать, ну, примерно 7 к 3 или 6 к 3, вот как-то так. То есть почты в среднем меньше, чем пассажиров, но и почтовых вагонов, как бы, они менее вместительны. То есть примерно сочетание такое вот 6 к 4 или 7 к 3 нужно соблюдать, и тогда пропорционально у вас все составы будут полностью. Можно как альтернативу выбрать строить только пассажирские, только почтовые вагоны, но мне эта практика не нравится, потому что проценты у вас не будут копиться. Если у вас приедет состав только пассажирский, он будет вам набивать только пассажиров. А если только почтовый, то только почту. В итоге у вас проценты почты и пассажиров в среднем будут меньше, потому что составы будут приезжать реже, и они будут постоянно падать. Так они будут держаться на уровне. Плюс будет быстрее загрузка и погрузка Зачем вам тратить время Я решаю дополнительно настроить в городе транспортный поток Автобусные пути Для того, чтобы они немножко расшатывали города Чтобы они начинали расти То есть они не сильно будут мешать остановкам Поскольку спрос у них будет находиться в разных зонах города То есть они охватывают северную часть города А остановка туда не идет Поэтому они не будут конкурировать с остановкой Но при этом они будут развивать города За счет дополнительных пассажиропотока Плюс автобусы будут давать небольшую, но прибыль Это как инвестиция в будущее Сразу стоит учесть Я этот момент немножко не продумал Что автобусам нужно создать нормальный разворот Либо это должна быть тупиковая остановка Где они сами развернутся Либо нужно создать ближайшую петлю Замкнуть круг Иначе они будут упираться в какой-то угол города И это будет долгий разворот такой Очень неэффективно Я сразу об этом не подумал Но в принципе это не критично Главное, что пассажиры едут Но стоило бы это сделать Сейчас сосредотачиваюсь на том, чтобы создать себе второй состав Как будут проложены пути Я сейчас не сильно заморачиваюсь Просто строй дороги, как бы они шли Составов много не планирую Поэтому особых развязок для пересечения Я ставить сейчас не буду Просто буду их ставить на небольшом расстоянии Как вот вы могли заметить в прошлом видео Через паутинку Они как бы в принципе достаточно неплохо себя показывают И можно не париться с поворотами Пыщ, пыщ, пыщ Я буду немножко перематывать Для того, чтобы не загромождать скучной частью О том, как я строил дорогу по холмам Это на самом деле утомляет Каждый мелкий холмочек Каждый мелкий вот этот зубрик при повороте Он не может его автоматически выстроить Это напрягает немножечко Итак, давайте разберем Сейчас появился новый состав На дорогах с электрифицированными рельсами И этот состав Нужно принять решение Ставить его в оборот или нет Я принимаю решение по двум критериям Это максимальная скорость и мощность Скорость у них примерно одинаковая Но мощность больше То состав с большей мощностью Может быть выбран в приоритете Все зависит от того, насколько прямые пути И насколько много вагонов в составе В данном случае вот тот состав, который появился Он не сильно быстрее, но он мощнее При этом дешевле Поэтому я выбрал решение их заменять Все, что были до этого Сейчас время подвести итоги В принципе все пассажиры, которые копятся в городе Они забираются Но это и так и будет Они саморегулируются То есть если у вас поезд едет часто То пассажиров будет приходить больше А если поезд едет редко То пассажиров будет приходить меньше Поэтому не всегда то, что видно, что пассажиров нет Не означает, что нельзя поставить еще один состав Чуть южнее я предусмотрел Нашел еще пару интересных вкусных городов Которые можно присоединить в общую сеть Один из них даже с банком Что в будущем может потребоваться и пригодиться Как дополнительный третий вид товаров Которые можно совместить с общими паровозами Которые можно расширить общие паровозы И тем самым и нагрузку увеличить, и загрузку Вот, сейчас я их подключаю к общей дороге В продолжении такой вид может быть читерский Может быть нет, но раз игра предусмотрена Значит это нормальный способ расширения границ остановки То есть можно сделать так, чтобы остановка была шире И охватывала большую зону города А значит больше людей грузилось на нее Для этого не обязательно, чтобы там был состав У вас уже есть точка, в которой приходит состав Но важно, чтобы это была одна остановка Раньше этим злоупотребляли Ставили через клеточки Там остановочку один на один клеточку Но сейчас этого сделать нельзя, потому что Все видят, что так начали злоупотреблять Поэтому можно только ставить впритык к остановке Новую полуостановку То есть может быть это реально остановка для одного состава Просто он никогда не приходит Вот, и таким образом можно продлить себе остановочку Вшире, вглубь И за счет пикселей один на один там Клеточек Можно расширить ее влияние По графику доставленных грузов я где-то ближе к низу Но уже не полный ноль Это уже радует И дополнительно дальше повторяем все действия Которые были выше Находим новые города Посоединяем их в общую сеть И выстраиваем общую единую систему После чего смотрим где В каких городах слишком много остается пассажиров И можем дополнительно между этими двумя городами Соединить отдельный экстра состав Дополнительный экспресс Таким образом вся сеть будет равномерно разгружаться Дальше я позволил себе немножко перемотать Отмечая лишь особые вехи Как например первый состав с алмазами на борту Который я давно еще планировал Четыре вагона отвелось на алмазике И в принципе это нормально Быстрее будет загрузка Отдельно я еще отматываю То что я решил построить Водный транспорт В том городе, который граничил с водой И у него было много пассажиров То есть я не хотел Я мог бы построить новый поезд Но он бы там создал нагрузку на рельсы Я просто решил поставить себе быстренько Теплоходы Поскольку было напряжно строить новые дороги С ними попроще И вот 500 пассажиров Они так хоба в момент И все в себя вобрали После этого есть время На посмотреть Как же ведут себя конкуренты Почему у них так все хорошо или плохо И вообще просто посмотреть Как ребята могут строить Это довольно интересно Вот и получается такие мега трассы Через всю карту проводят мега составы В принципе в этом что-то есть Получается что вы За счет уголя он не портится Сильно в дороге И при этом за каждое расстояние Вам доплачивает И получается проведя рельсы Один раз по пути Вы можете пускать больше составов Или более нагруженные составы делать В этом случае с каждым увеличением расстояния Вам будут платить больше И вы сможете больше составов пускать То есть рельсы будут вам окупаться В этом что-то есть в этой идее Я как-нибудь попробую ее реализовать В одном из следующих видео Чисто для интереса Следующая веха Первый угольный состав Который я провожу По готовым трассам Мне всего лишь надо Остановку для выгрузки сделать И он будет ездить По обычным трассам По обычным рельсам Которые позволяют Дополнительно вместить состав И я расширяю прибыль По графику прибыли Я в принципе уже На В одном из лидеров Там второе и третье места Впереди меня только красный Который начал раньше Ну конечно Этим графикам в принципе Не очень стоит верить Потому что там Грузы которые Едут долго Они либо дают Очень много прибыли Либо дают ноль Поэтому графики скачут Либо чрезмерно вверх Либо в нуле То есть в среднем Они где-то показывают Усредненное значение Надо это иметь ввиду А дальше Можно Если только Финансировать Сами города В плане Купить Постройку зданий В этом случае Прирост города Увеличится в три раза На определенное Время То есть Не стоит сразу Покупать много Построек зданий Много новых Финансировать Новые здания Лучше Отделать периодически А дальше продолжаем В том же духе В целом Это все особенности Которые я хотел Рассказать и показать Если кому-то Интересен сейф Я его обязательно Сохраняю Прилагай к видео И До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok